Челябинск Печень у жителей разросшихся ЖК объектами инфраструктуры продолжается. Например, современный детсад номер 100 работает уже не один год. Буквально в конце февраля на базе этого дошкольного учреждения откроется еще одно дополнительное структурное подразделение. Это новое здание в самом центре микрорайона. Рядом располагаются новостройки, которые активно заселяют молодые семьи. Поэтому создание новых мест для дошколят особенно актуально. Все подробности в ближайшие 15 минут. Наше учреждение рассчитано на 16 групп. Проектная мощность составляет 388 детей, но наше учреждение посещает 460 детей. Востребованность учреждения очень высокая. Мы не нуждаемся в дополнительных местах. У нас практически никогда не бывает свободных мест. По структуре здание очень большое, очень комфортное. Мы оснащены современным оборудованием. Мы имеем большие холлы, которые реорганизовали и сделали таким образом, чтобы дети могли находиться не только в групповых помещениях, но и выходить за пределы своей группы, развиваться и находить виды деятельности по интересам. Играем в крестики-нолики. Все помнят правила? Да! Замечательно! Ставим первый крестик. Фердаус, выигрывай! А, Рана! Ульяна, Рана! Хорошо, Ульяна, ставь! Каждая группа приходит сюда примерно два раза в месяц в соответствии с расписанием. Все эти игры направлены на разностороннее развитие детей. Также можно приносить различные выносные игры и игра с детьми в совместной деятельности. Что будем с числами делать? Плюс, как, убольшая. Складывать, да? Хорошо. Помните, что цифры с собой забираем. Да. Алиса, первая идем. Цифры бери. Сколько вместе? Четыре, пять. Допрыгивай до конца, в коробку складывай. Ульяна, допрыгивай. Сколько вместе? Шесть. Допрыгивай до конца. Мы находимся с вами в уникальном и очень интересном холле. В этом холле, вот здесь вы видите уникальный комплекс, сенсорно-динамический дом совы. В нем дети очень хорошо развивают двигательную активность, моторику. Особенно он подходит детям, у которых неуклюжесть, или моторная неловкость, или тревожность, или гиперактивность, или в период адаптации. Также здесь детям очень интересно играть на пенарте. Здесь они у нас печатают различные фигуры в разном расположении. Буквы, цифры, чтобы правильно потом их писать. Идем по следам на наш любимый пол. Мы видим интерактивный пол, на котором дети играют и парами, и самостоятельно, и под группами. Здесь у них развивается вместе с движением и мышление, и память, и внимание, и восприятие. Мы хотим, чтобы каждый уголок детского сада заиграл и послужил для развития детей, и развивал разные направления. Так у нас появились, как вы видели, уже и нейрохоллы, и радужный островок, и тарарам. И вот этот чудесный холл профессии, в котором мы совместно с детьми организуем сюжетно-ролевые игры различной направленности. Пространство группы достаточно маленькое, и развернуть какую-либо игру сложно. А здесь мы можем выйти и, пожалуйста, мы можем полетать на самолетах, заказать билеты, сдать в багаж вещи. Здесь есть ключи, пожалуйста, открываем все, закрываем, сдаем. Космический у нас аэродром, где есть космолеты, ракеты, диспетчеры, пожалуйста. То есть мы разворачиваем любые игры по желанию детей. Все таблички, оно все снимается, оно все мобильное. Дети сами решают, куда мы поедем, в Турцию, в Крым, либо останемся все-таки жить в Челябинске. Далее у нас также здесь и стройка. Разворачивается это полностью, начиная от дизайн-проектов, нарисованных самими детьми, заканчивая уже конкретным строительством, ну, например, вот такого замечательного многоэтажного дома. Режиссерские игры для тех детей, которые больше любят сидячие, да, сидячие игры. Дальше у нас и кафе, и суши-бар, и ювелирное. То есть все суши сделаны руками детей. То есть все игры обновляются совместно с родителями. То есть это просто пластилин. Далее у нас также ювелирный салон, как вы видите, мастерская-шукатулочка. Здесь также сделаны игры руками детей, все бусы, все украшения. То есть любую коробочку мы открываем, видим замечательные, наверное, это алмазы, сапфиры и прочие драгоценные камни. Пап, не торопись, милашек! Не бойтесь! Пап, не торопись, милашек! Пытаемся заинтересовать детей любых возрастов, начиная с яселек. У нас в первой младшей группе уже приходят детки полтора года. Мы, конечно, благодаря предметам, игрушкам пытаемся заинтересовать, потому что у них проходит период адаптации, чтобы они хотели идти в музыкальный зал. Для этого у нас есть платочки, колечки, бубны, куклы, игрушки, с которыми мы танцуем. Наш детский сад оснащен различными музыкальными инструментами. У нас огромное количество инструментов. Это и ложки, это и бубны, это и маракасы, это и металлофоны, ксилофоны, это различные бубенцы, колокольчики. То есть все, что детям необходимо для развития музыкального творчества. Кабинет Умка используется для интеллектуального развития детей. Здесь у нас проходят занятия по лего, а также занятия с различным интерактивным оборудованием. Итак, здесь у нас интерактивная доска. Варь, получилось? Я могу. Хорошо. На интерактивной доске у нас есть тоже различные игры, как готовые, так и те, которые мы сами производим. Также в этом кабинете есть конструктор лего виду, он программируемый. Давай запустим так, чтобы машинка у нас двигалась. Крокодил у нас умеет открывать пасть и закрывать. Давай мы ему сначала откроем пасть. Нажимай. Вот, открыл пасть. А еще у нас крокодил умеет закрывать ее, ловить палец. Если ты ему палец в рот положишь, он закроет пасть. Ближе к датчику, ближе. Здесь представлен робот-пчелка. Он умеет ездить по коврикам. Коврики различные тематические. Также робот-пчелка используется для работы по началам алгоритмизации. Плюс робота-пчелки в том, что он не требует компьютера. И, соответственно, экранного времени у детей нет. И с ним можно играть подольше. Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать такое явление, как огонь. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на экран. Здесь я уже изобразила для вас горящий костер. Кто-то играл спичками и случился пожар. Да. Давайте сегодня с вами попробуем нарисовать это явление. Хорошо? Да. На своих занятиях мы развиваем у детей мелкую моторику, пластичность рук. Мы развиваем пространственное мышление. Но очень важно развивать воображение. Ведь, знаете, когда ребенок развивает воображение, он фантазирует. И это ему пригодится не только в детстве. Он с этим пойдет и в школу, и в высшее учебное заведение. Пальчик мой, пальчик мой, нарисуем мы пейзаж, нарисуем мы портрет. И отправим мамочке фото «Привет». Чик-чик-чик. Молодцы. Встаем на борт, в серединку. Ноги в стороны. Руки в стороны. Спины прямо. Держим баланс. Сначала удерживаем. Спины выпрямили. Артем, руки. И потихоньку качаемся вправо. И влево. Вправо. Смотрим прямо, Аня. Смотри на меня. Хлопок. 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 Одна рука на поясе, другая на плече. И меняем. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. В эпоху цифровых технологий, конечно же, мы особое внимание уделяем развитию двигательной активности детей. И в своей работе мы используем и стандартное оборудование, и традиционное, а также нестандартное, нетрадиционное оборудование. И даже оборудование, которое мы сделали своими руками, придумали его, называем его авторское. Тренажеры детские. Их немного. Они не пользуются большой популярностью у детей. В отличие, например, от наших фитболов-пончиков, которые воспринимаются детьми как игра. И прекрасный результат получается, если мы занимаемся именно с этим оборудованием. Также вот насчет авторского оборудования. Это и коридорчики, которые позволяют отрабатывать различные виды ходьбы, прыжков. Мы сделали его своими руками, все придумали. Сотрудники нашего учреждения участвовали в этом процессе. И довольно отзывчиво физкультурный зал оборудования придумывается. Также у нас есть интерактивная стена. Это инновационное оборудование в нашем детском саду. Также помогает нам реализовывать и программу нашего учреждения «Нерончик». Мы готовим с помощью этого стены интерактивной детей к соревнованиям, спорте, дедошкольников, наших вратарей, которые участвуют в соревнованиях по футболу. Это оборудование, которое простое, которое мы придумали сами. Но при этом мы используем борды, чтобы дети могли воспринимать собственное тело, развивать координацию, нужно поймать мяч, глазомер развивается. Приготовились, ребята, сели удобно, спины выпрямили, ноги поставили прямо, раскачиваемся на плюшках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Добавляем руки, передаем, спины выпрямили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас есть зеленый уголок, где дети могут ухаживать за растениями по схемам и без схем. Также у нас есть замечательный муравейник, где можно посмотреть, как живут муравьи внутри муравейника. Ребята, как называется устройство, которым вы играете? Блин Архимеда. Молодцы. Архимед – это кто был? Ученый. Ученый? Помните, где жил? В России или в Греции? В Греции. В Греции. Древнегреческие ученые. Молодцы. Также у нас в этой зеленой зоне есть цифровая лаборатория на УРАЖ. И она представлена не только цифровым оборудованием, но также различным оборудованием для экспериментирования. Это световые фильтры. Они предназначены для того, чтобы изучать свет непосредственно. Можно при помощи световых фильтров сделать разные цвета. Какой у тебя цвет получился? На белом проверь. Какой цвет? Фиолетовые. Фиолетовые. Какие ты смешал фильтры? Какие ты поставил? Фиолетовые и фиолетовые. Молодец. А давай попробуем сделать оранжевый. Какие нам понадобятся цвета? Цифровая лаборатория представляет собой программное обеспечение на УРАЖ. И здесь используются различные цифровые датчики. Родион, покажи, пожалуйста, яркий свет. Руслан, что делает кибер-крыс? Спать и копать. Давайте его спать положим. Как это сделать? Вот так, молодец. Что вы сделали? Свет выключили? В заведении для дошкольников оборудованы музыкальные и спортивные комнаты, медблог и комната психолога. А территория детского сада оборудована по последнему слову техники. За безопасностью малышей наблюдают сразу несколько десятков современных видеокамер. Челябинск довольно успешно решает проблему очередей в детских садах. Среднее время ожидания долгожданной путевки сократилось примерно на пять месяцев. Сейчас в Челябинске практически все дети, достигшие трех лет, посещают дошкольные образовательные учреждения. И работа продолжается. В ближайший год в столице Южного Урала построят еще несколько детских садов. Особенно актуальны дошкольные учреждения в густонаселенных и расширяющихся микрорайонах. Продолжение следует...